Здравствуйте! Сегодня я вам прочитаю лекцию, первую здесь, в рамках Таллот и Шурун, лекцию, которую мы просили рассказать на тему Пурим. Я прекрасно понимаю, что когда я взялся за эту задачу, тема Пурима, она довольно-таки, извините за выражение, заезженная тема. Все знают, что такое Пурим, и ничего особенного про него рассказать в принципе уже нельзя для тех людей, которые неоднократно его отмечали, слушали много лекций на эту тему, изучают это на уроках, читают книги. Пурим – это просто наша практика, ежегодная практика. Мы прекрасно знаем, как он устроен, для чего он проводится, и в память каких событий мы отмечаем этот праздник. Тем не менее, лекция, которую я сейчас прочитаю, называется «Пурим. Актуальный праздник». И для этого нужно сказать несколько слов предупределения, для того, чтобы сказать, на каких основах будет устроена наша лекция сегодняшняя, и что лежит в её основе, без чего эта лекция просто несостоятельна. В принципе, я сейчас сказал громкие слова. На самом деле, те законы и те правила, о которых я сейчас скажу, они правильны и актуальны для любого изучения Торы. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Дело в том, что Тору следовало бы изучать следующим образом. Понятно, что это не кружок по изучению нашего языка, истории, некоторых событий, кружок, который нас обучают традициям нашего народа, для того, чтобы мы, если хотим, будем их соблюдать, не хотим, не будем их соблюдать. То есть, всё зависит от нашего желания погрузиться или не погрузиться в эту тему. В Торе есть очень интересный принцип, который вообще нужно знать для всех моментов её изучения. Звучит этот принцип таким образом. Всё, что написано в Торе, написано для меня. Для меня сейчас, для меня теперешнего, для меня, который находится вот здесь, со всем тем, что я представляю собой, с моим характером, с моими проблемами, с моим местом в жизни, Тора обращается впрямую ко мне. И если я в каком-нибудь предложении, стихе Торы, Хумаша, Пятикнижия, не увижу, что эта вещь касается актуально для меня, я не увижу этого, значит, я ещё не прочитал этот стих. Этот стих – не что иное, как обращение Всевышнего ко мне, конкретному человеку. Не к человеку вообще, не к человеку такому же, который как-то не отличается от всех остальных людей, нет. Именно ко мне, со всеми моими местом, я повторяю, к проблемами, своими привычками, с моей целью в жизни. Тора знакома с этой целью жизни, поэтому я к ней обращаюсь, ни больше ни меньше. Тора написано для меня. Есть одно и очень интересное правило в Торе, и мы все о нём слышали. Называется… это правило так. Оно звучит так. Всё, что создано в этом мире, создано для меня. Вы заметили, это не совсем то, что сейчас я сказал. Всё, что написано в Торе, написано для меня. Всё, что создано в мире, создано для меня. Правило звучит так. Этот мир создан для меня. Я в нём центральный персонаж В истории этого мира я центральный персонаж Эта история творилась и делалась именно для меня Не ожидалось, когда я рожусь, когда я появлюсь, я начну что-то творить в этой истории? Нет Она изначально была ориентирована на меня Я центр этой истории Вообще-то вещь непростая Получается, что некоторый эксцентризм Я говорю о том, что самая большая ценность в мире – это я Это не совсем так Я не самая большая ценность в мире Между прочим, относиться к себе как к ценности И это не что иное, как то испытание, которое предлагает Всевышний преодолеть Подняться над ним Я не центр этой вселенной Я и есть эта вселенная Мир создан для меня, я сейчас скажу в каком смысле Дело в том, что я родился и живу в этой жизни И я веду диалог со Всевышним Всевышний мне предложил этот мир, я его не выбирал Всевышний мне предложил меня Со всеми моими характеристиками Он мне дал родителей, город рождения, место рождения Он мне дал мои свойства Мое способность и неспособность к математике, к музыке Мой характер во многом Он зависит от некоторых врожденных качеств Он мне дал окружение Он мне многое что дал И в этом я ни в чем не принимал участие Он мне дал это в готовом виде И когда-то он заберет эту жизнь И тоже не будет меня спрашивать, когда он мне заберет эту жизнь И все, что от меня зависит Только как эту жизнь прожить Как использовать тот материал, который вокруг меня Для этой жизни Для самого себя Вот такой подход Это и называется подход Торы Весь мир создан для меня Он сам живет сам по себе Этот мир живет сам по себе Я в нем только участвую Но все, что в этом мире свершается со мной Это не что иное, как реакция Всевышнего на мои поступки Поэтому он со мной в диалоге Я с ним в диалоге Это и называется то, что называется молитва Я молюсь Всевышним, я с ним разговариваю Так вот, я в центре этого мира Тору я читаю Как вещь, которая нужна для меня К истории отношусь Как та вещь, которая научит меня И к событиям в этой жизни Я отношусь Как то, что актуально для меня Сейчасшнего Теперешнего Сегодняшнего В общем, так нужно относиться И к новостям этого мира Все мы читаем новости Берем газету и читаем Хадашот По отношению к Хадашот Это новости, ньюс К Хадашот Нужно так и относиться Не как Ой, интересно Что там случилось сейчас В Аргентине, в Испании, в Америке Любопытно Что сейчас случилось Как происходит операция В секторе газа Нет, это взгляд обывателя Тор предлагает мне немножко другой взгляд Хадашот Это те новости Которые совершаются сейчас со мной Это те события в жизни Которые совершаются сейчас со мной И каждое событие Они не всегда приятны Не всегда удобны Не всегда это удовольствие Это часто испытания Некоторые экзамены, которые я выдерживаю Некоторая боль Все есть события Сейчас я скажу, что такое событие Но главное, что в каждом событии Есть определенный хедуш Хедуш Нечто новое для меня То, чего раньше не было Это всегда испытания для меня событие которую я попадаю где я должен принять какой-то выбор решение это и есть та вещь который наделен я сам всевышний дал мне возможность выбирать она что-то сама делает я или правильно поступали неправильно я поступаю каким-то образом я выбираю некоторую стратегию поведения вот событие сделано происходит самое для того чтобы я просто знал один простой вопрос я поднимаю голову кверху игры всевышний когда ты дал мне это событие то ситуация которая сейчас оказался чему ты хочешь меня научить этой ситуации вот так я должен относиться ко всему что творится в мире ко всем новостям которые происходят в мире как какой хедуш есть в хадошот сейчас для меня а пурим это частный частный случай это праздник это праздник который сейчас совершил со всем еврейским народом и вот поэтому я спрашиваю скажи пожалуйста всевышний что ты хочешь сказать мне чему ты хочешь научить меня когда ты меня дал в этом году даже до этого праздника чтобы я его ответил не больше не меньше чего что новое я сейчас могу найти для себя в этом празднике всевышний зачем ты мне его дал между прочим чему и чему меня сейчас и здесь учит праздник пурим этот этой будет тема моей лекции беседы попыткой провести такую лекцию за которой сегодня взялся я сейчас расскажу чему нас учит праздник пурим не больше не меньше такая большая гигантская задача задача но она решаем почему потому что в книгах об этом написано я сейчас сказал о том что каждое событие в нашей жизни это не что иное как урок как реплика который всевышний обращать с которой всевышний обращается ко мне в каждом событии в котором я принимаю участие и в котором я принимаю некоторые решения делаю выбор есть четыре стороны я все перечислим первое первые две очевидные очень простые есть события мне приятные или неприятные но я не буду делить их на приятные или неприятные вещь которые происходят со мной я так скажу есть четыре вещи первое это награда сначала перечислил награда наказание испытание и урок награда и наказание награда за то что я что-то наверно сделал и поэтому я сейчас получаю некоторые удовольствия самый сложный момент сахар награда есть в каждой вещи о которой я говорю о к этому можно было бы стремиться это я хочу я хочу это получить награды это исполнение цели исполнения желания есть и наказание наказание в каждом событии в котором я участвую вы можете мне сказать но ведь те же события в которых нет никакого наказания например свадьба ну что вы если там на некоторые наказания например там одна большая радость но есть же и некоторые и тревога ожидания того что будет от от нашей от нашей молодой пары как не проживут свою жизнь больше того мы там просто берем и в середине всего праздника самый кондиционный момент берем тарелку и бросаем ее бросаем ее она ломается или стакан и мы говорим о чтобы тут не было но это некоторый намек на боли утраты какой утраты какой же это праздник если у нас нет сейчас храма нет нас сейчас иерусалим какой может быть праздник после того что с нами сделали в этом мире если мы все еще никак не соберемся и не вернемся туда куда мы только шли мы шли все еще не пришли туда страну текущего молоком и медом страну где мы должны выполнять заповеди страну где нам будет хорошо нам будет хорошо даже в трудностях мы счету они пришли как же мы можем радоваться веселым полным стопроцентной радостью весельем стопроцентным весельем если у нас еще нет храм так или иначе есть награда есть наказание а главное издавище первое любой события не что иное как урок и любое событие это не что иное как испытание самый главный момент я должен преодолеть его или поднимусь или опущусь главное что здесь есть некоторые определенные принципы принципы каким образом четыре вещи эти работают как или иначе это нужно специально отдельный разговор вести например наказание 10 по методу медак и нагат меда как я с этим миром обращался так и он сам и будет обращаться вещь очень непростая медак и нагат меда мера за меру это не что иное как то тот принцип с которым общается всевышний со мной я оцениваю свою жизнь по этой мере что я сделал в этом мире то так и этот мир или всевышний поступает со мной еще не значит это должен поступать с людьми повторяя в принципе мера за меру только в моих отношениях со сверху с всевышним но не моих отношениях с людьми так вот какие стороны пулема какие какие свойства пулема отображены в этих четырех вещах награда наказание урок и испытание ведь мы же говорим что пулемет не что иное как актуальный урок как актуальные события этой жизни сейчас мы потому что это такое и зачем они мне даны вопрос такой главный урок пулема зачем его установили наши мудрецы зачем в книге стр написано о том что установили мудрецы чтобы праздник отправляли во всех поколениях если у меня была машина времени я бы приехал в те дни в те времена я бы конечно пришел я знаю все уже всю историю дальнейшего отличие от них я пришел к ним и подошел бы к стр к мордыхаю к тем мудрецам которые сейчас сидят и устанавливает праздник сейчас принимается решение о том что теперь евреи отныне во всех своих общинах во всех во всех временах во всех странах везде и всюду будут отправлять этот праздник я спросил что особенного есть в этом празднике такое что это поможет мне в моё время через двадцать пять почти столетий что в пулеме есть такое 6 пулеме 6 такого что поможет мне пережить мировой экономический кризис безработицу как он как мне может помочь моей семейной жизни как у нее поможет учить тору что такое в пулеме есть что это на самом деле об этом нужно помнить пулем нужно помнить если мне он не поможет если мне не нужен ты мне знаете за выражение зачем я праздник пулем нужен у меня вообще не нужен это не что иное как есть ритуальные некоторые действия мы радуемся веселимся ну дань прошлого карнавал у всех народов есть какие-то карнавальные моменты в их ритуальной праздничной жизни праздник вообще-то важная вещь вот и пулем один из первейших карнавалов человечества мы не мы не слышали в истории что кто мне когда мы что он такой справлял древнем египте в древней персии вот порем первое театрализованное представление так мы отмечаем то освобождение которое с нами случилось не больше не меньше до праздника пулема готовимся после после него мы отдыхаем карнавал отшумел я повторяю если пулем мне не нужен все мне не помогает в моей сейчас жизни если пулем не помогает провести эту лекцию то мне не нужен порем ни больше ни меньше я знаю чтобы они мне ответили я в том дело в том что в пулем есть одна очень интересная вещь в пулем предошло то чего никогда не происходило раньше и чего теперь будет происходить всегда том числе с тобой и мне так стали пятигорские с тобой это будет происходить всегда и мы тебе скажем как надо к этому готовиться как надо это встречать что как как нужно вооружиться для того чтобы преодолеть и преград которые тебя будут будущем о нем нет точно будут и к и спрошу еще зачем мне нужны примерды мне так светигорский пень if you'd all better не будет тебя преград ты не сделаешь не одной очень важной вещи они сделаешь эта вещь ты не решишь своей жизненный дочь поэтому тим нужно будет передавать научиться преодолевать эти преграды еврейская жизни то вечное преодоление на уровне личности на уровне истории Так что самое главное в Пуриме? Главное в Пуриме, я скажу прямо сразу, скажем, потому что обычно на уроке я спрашиваю аудиторию, мне отвечают. Рано или поздно быстро отвечают, правильный ответ приводят. Главное в Пуриме – спасение народа. Народ настолько был в таком тяжелом состоянии, просто вера внутренняя сломалась, надорвалась. Народ видел, что все, будущего нет, все, конец, прямо на уровне народа. Нет никакого спасения. Они не говорят о том, что мы должны делать, что мы должны делать. Они просто кричали, спастись надо, а мы не можем. Конец пришел. И Пуриме – это не что иное, как спасение. И сказано, что нужно сделать для того, чтобы спастись. Потому что если мы не будем делать то, что нужно сделать для спасения, Всевышнего спасать не будет. Все, что делается в этой жизни, делается нашими руками. Просто так ничего уже не будет. Просто так мы появились на свет. А теперь от нас требуются некоторые задачи. Вот от нашего народа требуются некоторые задачи. Так вот, что такое спасение народа? Почему Всевышний нас спас? Зачем он нас спас? И что он хотел, чтобы мы сделали для этого спасение? Не больше, не меньше. И что такое мы сделали во время Пурьма? В результате чего мы и были спасены? Не больше, не меньше. Ну, так мне обычно на уроках отвечают. Ну как, Вороброва, ну, очевидно, что мы сделали? Три дня паслись. Пост у нас был. Три дня постились. Вот если мы сейчас будем поститься, у нас будет спасение. Три дня – это очень тяжелая вещь, непростая вещь. Пост вообще непростая вещь. Бывает индивидуальный пост. А тут у нас был пост всего народа. Три дня подряд. Единственный случай в истории. Ну, пост ли нас спас? Или молитва нас спасла? Сейчас мы это ответим, это несложный вопрос. Главное, посмотрим на примеры спасения. Все примеры спасения, когда еврейский народ спасался от врага. Обычно это враг. Мы не от других вещей спасаемся, именно от врага. Спасались в истории. Например, сразу приходит на память такая вещь, как спасение Якова от рук Эсава. Яков возвращался от Лавана, шел со своей семьей, знал, что навстречу ему идет Эсава, идет вооруженный. А Эсав – это не просто его брат и не просто злой брат. Это тот, от которого он убежал, чтобы спастись. Он убежал из Эрот-Сесроэль, Эрот-Сканаан тогда была, чтобы он его не убил. Потому что стало известно, что он его убьет. Эсав сказал, что я его убью. Придет время, когда Ицхак умрет, чтобы не расстраивать нашего отца Ицхака. И я убью Якова. У меня есть причины. Он меня уже дважды обманул. Один раз украл у меня первородство, сказал, что украл первородство. А второй раз украл благословение, браху. Не сказал, а прямо натурально украл. Отнял у меня тот, чего ради всего я выстроил свою жизнь, чтобы получить эту браху. Браху о материальных удовольствиях этого мира. Эта браха была в руках у моего отца. Он мне, правда, потом дал браху. Но это же браха вторая была, мне нужна была первая. Почему-то там у них очень было важно. Первое родство, первое браха. Ицхак хотел быть первым. Он родился первым, он хотел быть первым. Мы вторые. Яков второй. И он меня обогнал. Я его сейчас убью. Он не будет теперь никаким. И Яков убежал. И после того, как он, Яков, стал быть Яков в дом Якова, стал, обзавелся семьей. У него появились жены, дети, 12 колен. Он возвращается в свою страну. Всё прекрасно. Сейчас он будет выполнять заповедь. Сейчас он получит Тору. Он идёт получать Тору для всего еврейского народа. И навстречу идёт Эсав. Вооружённый. Сильный. Мощный. Понятно, что не Эсаву нужно бояться, а своих дел плохих, которые, может быть, не помогут мне. Такие плохие дела, ради из-за которых Всевышний не поможет мне. А почему он поможет Эсаву? А у него, наверное, есть какие-то хорошие дела, которые помогут ему. Например, кибут аваэм, почитание отца и матери. Эсав любил своего отца. Искренне любил. Не притворяясь, что он его любит, а искренне любил. Он выполнял эту заповедь. Это называется лишма. Ради заповеди, не ради каких-то своих конъюнктурных соображений. Нет. Эсав изумительно выполнял эту функцию. А Яков ее не выполнял, потому что он убежал, он был в другом месте. Он спасался. И сейчас придет Эсав, и меня он убьет. И не будет еврейского народа. И не будет смысла человеческой истории. То, ради чего жил, появился и жил Авраам, ради чего он сделал подвинчество из своей жизни, все пойдет на смарку. Ицхак. Все ради чего, все, что он создавал, сейчас пойдет на смарку, у меня не будет. Не дай Бог, Хас выхалил. Поэтому он начал, обратился к Всевышнему. Он был готов и сделал три вещи. Первая вещь очень простая. Он начал молиться Всевышнему, спаси меня от рук Эсава. Молитва еврейская. Он вспомнил о том, помните, Коль Яков, когда его ощупал Ицхак, он сказал, ой, голос Якова, руки Эсава. Получается, его комментарий очень простой. Голос Якова – это молитва. Когда евреи молятся, Всевышний спасает нас от рук Эсава. Вот в этом смысл этой фразы. Он молился. И в то же время он практически вещи сделал. Он говорит, тут же моментально послал Эсаву подарки. Он его хотел задобрить. Ведь нам что нужно? Ведь нам не нужно же убить Эсава. Нам нужно, чтобы он не убил нас. Нам нужно, чтобы он перестал быть нашим врагом. Чтобы он вспомнил, что наш брат. Я ему дам подарки. Он увидит хороший намерение с моей стороны. И все будет. Мы разойдемся миром. Он пойдет к себе, куда ему нужно идти. На Коздиную гору. Называется Арцеир. А я пойду в Арцестрою. Еще не обустроенный. Тоже очень тяжело. Почему-то Эсав там не очень жил. Он не очень боролся за Арцестрою. Я дам ему подарки, и мы станем друзьями. Мы помиримся. А если не станем друзьями, если мы не помиримся, то я с ним буду воевать. Что же теперь делать? Остается защищать с оружием свою жизнь. Три вещи он сделал. Молился Яков Авина, наш братец. Послал подарки и готовился к войне. Молитва была о том, чтобы он помог умиротворить Эсава. Чтобы он помог сделать так, чтобы Эсав взял подарки. А если будет война, чтобы он, Всевышний, помог мне победить в этой войне. Между прочим, маленькое замечание. Может, нам еще пригодится сегодня говорить на эту тему. Эсав взял подарки. Он любил подарки. Он очень любил материальную жизнь. Он вкусно жил. Ему и хотелось получить благословение. Самое хорошее от этой земли. Не Улам-Габа, не Следующий мир. А прямо сейчас, здесь. Чтобы все было здорово здесь. Подарки его и умиротворили. Дела до войны не нашло. Между прочим, так евреи во время Пуэм не поступали. Они не делали подарков Амалеку. Амалеку – Аману, потомку Амалека. Амалек подарков не берет. Отличие Амалека от Эсава. На эту тему сейчас еще и поговорим. Но так или иначе, вопрос возникает очень простой. Евреи, которые спаслись во время Пуэма, спаслись, когда они сделали три дня, постились, они не взялись за оружие. Могли бы взяться за оружие. Вы скажете, у них не было оружия. Очень даже было. Помните в конце, что когда отменили указ Амана о том, что нападение будет со стороны антисемитов, которые придут к нам, будут грабить, убивать, и указ был подписан, поставлена печать царская, то когда был отменен этот приказ, то было сделано по предложению СТР контруказ. Днем или двумя днями раньше евреи могли напасть на этих антисемитов, на эти отряды черносотенцев. Значит, оружие-то у нас было. Только возьмем это оружие и будем воевать. Чего нужно что-то дожидаться? Вы скажете, у меня было приказа. Какого приказа? Во время Ханнуки, когда пришли сюда греко-сирийцы, мы никакого приказа не ждали. Никто не поселился три дня. Никто подарков никуда не посылал. Молиться всегда молились. Но взяли оружие и пошли воевать. Во время Пуэма не взяли оружие, не пошли воевать. А сначала что сделали? Пост. Почему нам помог пост? Пост. Каким образом пост был сильнее оружия? Ответ очень простой. Когда нужно взяться за оружие, берите за оружие. Когда помогает больше пост, делайте пост. Делайте что угодно, только для одной цели. Делайте что угодно, чтобы объединиться. Станьте одним народом. Объединение – это и есть та цель, ради которой Всевышний не дал нам тяжелые испытания. Если вы сумеете объединиться во время этих испытаний, я вас спасу. Так он сказал. Давайте посмотрим на все примеры, где произошло спасение и человечества, и частей человечества, и еврейского народа. Делайте что угодно, чтобы объединиться. Например, молиться – это и есть молитва. Просто делайте подарки, соберите свои подарки, чтобы поставить своим врагам, задорбите их. Молиться – это не что иное, как объединиться во время молитвы. Молитва и есть объединение. Миньян. Никто не молится отдельно. Поэтому мы обязаны молиться в составе не меньше 10 евреев. Это и есть объединение. Ну и как объединение работает? Да очень просто. Например, первый пример, самый первый пример о том, когда объединение нам помогает – это спасение человечества после потопа, после Мабуля, Мабуль-потоп. Поколение Вавилонской башни называется Орга, Флага. Поколение Разлада, Разъединения. Это они потом разъединялись. Сначала они были очень объединены, было написано, что до тех пор, пока они, все время, пока они строили башню, до тех пор, пока Всевышний не разбил их народы, и они разошлись, утратив понимание, взаимопонимание, это был один народ, так написано, один народ. У меня было народов, один народ и язык они, и один язык. Они были вместе. Они это объединение применили для того, чтобы выступить против Всевышнего. И Всевышний их, вместо того, чтобы уничтожить, не уничтожил, только рассеял. Объединение им помогло не быть уничтоженными. Хотя вещь, для которой они применили свое объединение, была самая страшная. Они выступили против Всевышнего, они были идолопоклонниками, причем определенными идолопоклонниками, сказали, что выше всех человек. Вот его башню, видите же, выше Всевышнего. Дело наших рук важнее дело Всевышнего. До них жило поколение, называлось поколение потопа, Дор-А-Мабуль, поколение потопа. Они не выступали против Всевышнего. Больше того, они даже его знали. Они знали законы, по которым нужно жить. Они просто нарушали эти законы. Они хотели получить удовольствие от своей жизни. Они обижали друг друга, они не обвинялись, а обижали. А, обижали друг друга, поэтому Всевышний их убил. Они могли быть вместе. Всевышний помогает только тем, кто вместе. Кто разъединен, то он не помогает, то он убирает. Даже есть объединение наступает не для хороших вещей. Ну, понятно, что если не для хороших вещей люди обвинялись, долго это существовать не будет. Они рано или поздно распадутся, сами распадутся. Так написано у нас в Перке, а вот в одной из самых важных еврейских книг с еврейской этикой, мусар, моралью, написано, что вещь, которая создана не для ради Всевышнего, вопреки Всевышнему, долго не будет, но долго не постоит. Но эту вещь можно сделать. Люди объединились, Всевышний помогает тем, кто объединяется. Самое страшное – это объединение наших врагов. Самое приятное – это раздат среди наших врагов. Но самое страшное – это раздат нашей среди. Сейчас мы об этом поговорим. Значит, первый пример был спасения – это Дор-Афлага, поколение Вавилонской башни. Был ещё один пример, конкретный пример, очень чёткий пример. Это выход евреев из Египта. Евреи вышли, они знали, куда они идут. За ними шла конница. Это было страшное испытание, это смерть. Они прекрасно знают, кто такие египтяне. Сейчас они нас догонят. Они не пришли нас испугать, они пришли нас убить. А перед нами море. А море – это ведь не та вещь, которая вступается. Море просто возьмёт нас и поглотит. Всё, смерть. Они не взяли оружие. Они могли взять оружие. У них было это оружие. Смотрите, после того, как они пришли через это море, они же воевали с Амалеком, у них было это оружие. Они воевали с большими странами на подходе к Эрц Канаану в то время. Воевали и победили, Всевышний дал их победить, но у них оружие было в руках. Они с этим оружием вошли в Эрц Канаан и воевали с местными канаанскими народами. Почему же они не взяли оружие здесь? Нет, здесь другое было спасение. Они на самом деле, это был настолько напряжённый момент, какие три дня поста? Нет трёх дней, нет нескольких минут, час остался, может быть. Они просто кричали, выкрикнули свою душу в молитве «Спаси нас!» Нас спаси! Не кого-то из нас, а всех нас спаси! Это было важно. И море расступилось, они подошли потом в течение нескольких дней, уже много времени оставалось, подошли, и вот на основе этого объединения они получили тору. Общее спасение – это всех наших поколений. Они сказали «насэву нишма», они были как один человек стояли там. Они воспринимали весь мир, принятие торы, свою историю будущую и прошедшую, как один человек. У них было разночтение разных толкований в подходе к торе. Евреи были одним человеком – Адамом. И поэтому они были спасены тем, что они получили тору. Объединение как консолидация сил. Все свои силы мы консолидировали, мы взяли их, объединили. Между прочим, когда объединяется еврейский народ, еще не значит, что объединяются обязательно все. Есть какие-то силы, которые не объединяются нами, они не хотят. Вы помните, после того, когда произошел грех с золотым тельцом, и когда много евреев погибло, было поражение в еврейском стане, то был раздался лозунг такой, призыв «всех, кто за Всевышнего, ко мне». И все, кто пришли к Аарону и Моше, и остались евреями, и отказались от своего греха. Идал поклонство, поклонение золотому тельцу, те и были спасены. Они и спаслись. Это значит, в тяжелую минуту мы можем отказаться от тех, кто не хочет идти с нами. Но это еще не значит, сейчас мы посмотрим, в какой это должно быть сделано в степени, что это будет полное объединение. Это то объединение, которое нас спасет. Так или иначе, объединение – это когда те, кто хотят объединения, выступают единой силой. Так сделали хашманаи, маковеи, когда они взяли оружие и выступили против греко-сирийцев. Не все пошли в партизанские отряды к маковеям. Многие остались на стороне греков. Многие так и говорят, что эта война была не евреев против греков, а евреев-евреев против евреев-греков, которые просто хотели огречиться. Многие так говорят. Но это было объединение народа до такой степени, сильное и крепкое, что потом долго, много поколений никаких греков в принципе не было. Почему? Потому что они были убраны из нашей истории. И вот теперь наступает момент Пурима. Пурим – это не что иное, как объединение еврейского народа при помощи обычной вещи – молитвы и поста, и готовности воевать, если это объединение будет принято к Всевышнему. Ну а вот теперь я подошел к самому важному моменту своей лекции. Дело в том, что можно все время говорить о том, что нужно объединяться. Давайте объединимся. Вопрос заключается в том, как объединяться, с кем объединяться. Это же непростая вещь. Откуда пошли разъединения? Что такое объединение вообще? Зачем нужно объединение? Как объединяться? И если вы скажете, чтобы спастись, так я говорю, каким образом нужно объединиться, чтобы спастись? А ответ на этот вопрос… В общем, самый главный вопрос – как объединиться? Объединяться с плохими людьми я не хочу. Плохие люди – те, которые не разделяют мои программы. Например, моё отношение к Торе. Я же не могу… На самом деле, ко мне говорят, ну, люби Пятигорский, ну, люби всех евреев, даже тех, кто не соблюдает Тору. Скажите, пожалуйста, как это можно любить, когда я вижу, что они меня не любят? Самый простой вопрос. Я сейчас, конечно, всё просто упрощаю необыкновенно. Как можно сказать правому человеку, правому в своих политических взглядах, объединиться с левым движением? Левое движение – это очень непростое движение. Можете себе представить, вы идёте служить в армию, вы выступаете против арабов, и вдруг вы видите на стороне арабов, бросающие у вас камни, некоторые организации, которые тоже называются еврейской организацией. Как с ней можно объединиться? Вы будете говорить, что вы делаете ради еврейства, или что-то вы делаете ради них тоже. А они что, не понимают этого? А они, например, считают, что вы поступаете против еврейства, против Торы, с вашей же Торы. Вы себя ведёте агрессивно. Я сейчас не собираюсь рассматривать, разбирать две вещи, левый и правый. Я сейчас хочу заняться совсем другим вопросом. Как объединиться можно вообще с людьми? Что такое объединение? Можно кричать всё время? Объединяйтесь, объединяйтесь. Мантры такие читать. Заклинания. Это нам поможет? Например, понятно, что люди объединяются, когда наступает тяжёлый момент. Необычайно тяжёлый момент. Вот, например, сейчас, во время операции в секторе в платье газа, это, кстати, произошло. Произошло некоторое объединение. Левых голосов, в принципе, не было слышно. Я с удивлением читал, что даже послы от разных левых партий, послы в разных странах мира, везде и всюду защищали позицию Израиля. Ну, на самом деле, как прямо это говорили? Ну, как же мы можем не отвечать на обстрел нашей территории? Вы же не будете мириться, если ваш Копенгаген будет бомбить? Это же говорили и левые, и правые. Такой был момент общего объединения. В принципе, не было слышно голосов о том, что мы ведём неправильную войну, как во время, например, войны в Ливане. Не было этого сейчас. Это была удивительная вещь. И даже президент Израиля, который известен всему миру своими тонкими левыми убеждениями, один из руководителей европейского интернационала, социалистической организации, даже он сказал, что сейчас он считает, что одностороннее размежевание, наш выход из сектора газа, был ошибкой. Один из идеологов размежевания сказал, что это было ошибкой. Он просто это увидел воочию. Только произошло такое маленькое объединение. Сейчас, конечно же, наступят самые тяжёлые времена, когда будут бороться за власть, и много что произойдёт. Но меня сейчас интересует такой вопрос, очень простой. Что понимает Тора под призывом к объединению? Объединитесь. Во время лекции мы так ведём себя, я так и спрашиваю людей, скажите, пожалуйста, что вы предлагаете для того, чтобы объединяться? С какими-то людьми? С любыми. Не, понятно, что мы как-то объединены, объединены всеми. Объединены вот в уроке. Вот сейчас, например, я даю лекцию в известном центре Толдот и Шерон. Это некоторые объединения, центры предполагают объединение. Здесь люди учатся. Здесь люди занимаются тем, что они приближают других людей, других евреев к Торе. Мы вместе работаем. Люди, которые приближаются к Торе, сидят сейчас на уроке и слушают лекцию. И хорошие лекции бывают тоже, кроме моих. Но они слушают эту лекцию. Они сейчас объединены. И сейчас я потом ему говорю, то объединяйтесь. Мы объединены. А вы как будто разойдетесь, вы не разойдетесь. Вы останетесь вместе. А о чем, Петербург, ты сейчас говоришь? Что это означает? Думаю, вроде бы никогда не воевали друг с другом. А я сейчас скажу, что это означает. Во время лекции я спрашиваю, как объединиться? В Торе нет такой заповеди. Объединитесь. В Торе очень много заповедей. А этой нет. И среди семи законов основе иноха всех остальных народов мира нет такой заповеди. Объединяйтесь. Много очень интересных заповедей. А этой заповеди нет. Наверное, в Торе есть такие заповеди, которые, если мы будем их соблюдать, наверное, это и приведет к объединению. Кто не может привести к такой заповеди? Обычно я спрашиваю. Или начинают называть много разных вещей. Но рано или поздно, а бывает, что прям сразу, моментально, и эту заповедь называют. Она одна. Заповедь очень практическая. И очень простая. Она ей говорит о том, что сделай это, и ты объеднишься. Сделай это. Ведь ты еврейский народ, Божий спасен. Сделайте это. Каждый на своем месте. Это называется заповедь очень простая. Люби ближнего своего, как самого себя. Заповедь очень сложная. Понять ее просто. Сделать ее трудно. Необычайно трудно. Почему? Потому что написано, люби ближнего своего, как самого себя. Автор, раэха, камоха. Раэха. Это я перевожу ближнего. Так переводят ближнего. На самом деле, раэха в Талмуде, во всех еврейских книгах, это не что иное, как другой человек. Один человек украл у другого, у своего ближнего, то-то-то. Так звучит закон. У своего ближнего он украл. Что такое ближний? Скажи у другого человека. Не, в Торевизии будет написано у ближнего. Люби другого человека, как самого себя, вот тогда он тебе и станет ближним. Ты же любишь ближних. Никто же не говорит о том, что люби свою жену, люби своих детей. Хоть кого-нибудь люби. Об этом не написано. Написано, люби любого человека. Сделай его себе ближним, как самого себя. Люби – это фактическое указание, а не теория. Как-то не теория. У меня написано, люби. Как я могу любить плохого человека, другого человека, который не совсем со мной согласен, который делает плохие вещи. Я не делаю плохих вещей, а он делает. Как я могу его полюбить? Я вам сейчас расскажу всякое обсуждение, потому что здесь нет аудитории. Я расскажу четыре свойства любви. Четыре свойства этой заповеди. Четыре стороны этой заповеди. Что такое любить ближнего своего, любить другого человека, как самого себя. И мы увидим, что это есть то, что и приведет к объединению. Не больше, не меньше. Это и будет главная вещь, которая заключается в празднике Пури. Я смотрю, чтобы узнать эти четыре стороны, смотрю на тот мир, который я люблю. На своих ближних, на своих знакомых, на своих друзей, на свою семью. И начинаю замечать, чем мое отношение к этим людям отличается от отношения к другим людям. Есть ли какие-то отличия? А раз есть эти отличия, то я скажу, что это, наверное, и есть свойства любви. И начинаю замечать все еще и вещи. Первая вещь. Я, оказывается, умею прощать. Я умею прощать и других людей, но своей семье, своим детям я прощаю то, что, может быть, другим бы и не простил. У меня нет времени долго отвлекаться, говорить на эту тему. Но я даже не знаю, понятно это или непонятно. По крайней мере, когда я знаю, что что-то сделано моими людьми, я к этому отношусь совсем по-другому. Может быть, очень даже требовательно. Понятно, что я потребую от них то, чтобы они не делали таких вещей, а чужих я не потребую. Но внутреннее прощение, внутреннее объяснение, я его понимаю, почему он на это поступил, я его готов понять. И поэтому я с ним веду себя таким образом, как человек, который знает его, который любит его. Я его прощаю, потому что он мой. Простой пример. Дети кричат на улице, шумят и мешают мне спать. Я подхожу к окну, открываю штуру. Посмотреть на них, я не буду сейчас шуметь и кричать, они тише, мешать я спать не буду. Просто посмотрите, ну что это такое за безобразие. У нас-то обычный дом, двор такой тихий, а сейчас шумят они там все. И вдруг вижу, а это мой мальчик там, мой сын. Ну ладно, сказал я. Меня, значит, конечно, я немножко сутрировал. Почему? Потому что как раз своему сыну я скажу, не шуми, другим не мешай. Мой сын бегает, маленький мальчик в самолете, 8 часов перелет из Торонто в Киев. И он уже устал, и он бегает по проходу. Честное слово, я посмотрю на людей, мол, не мешаешь ли ты им? Ну, мальчику-то надо немножко и побегать. А чужой мальчик меня может раздражать. Он уже все 8 часов бегает здесь. Все 8 часов мешает мне отдыхать. Вы знаете, своему я иногда разрешаю то, что они разрешают другим. Внутренне умение прощать, это называется любить человека. Я люблю человека в той степени, как я ему прощаю то, что он делает, то, что мне не нравится. Вы обратили внимание, очень интересная вещь. Кого я люблю, тому я и прощаю. А теперь новость. Кому я прощаю, того я и люблю. Мне нужно заставить себя простить другому человеку. То действие, которое он сделал, мне не понравилось. Я себя заставлю простить. Я заставлю себя объяснить, себе объяснить, что он поступил правильно, нормально. Ничего страшного не сделано со мной. Он, как мой брат, между прочим, в молитвах мы произносим, после чтения Торы, в понедельник и четверг, в Йом-Шини, Йом-Хамиши, читаем Тору, в Синагогах по утрам. А потом читаем несколько отрывков. И последний отрывок начинается словами. Братья, мы все братья, евреи в это строили. Все мы братья. Что такое братья? Это не те братья, которые один убил другого, Каин убил Гавеля. Это не те братья, когда одни продали другого, братья продали Йосефа. Нет, это братья, которые выходят друг другу навстречу, радуются, когда мой брат ко мне приближается. Это Арон и Моше. Это братья, которые становятся теми братьями, которые, совершив ошибку продажи Йосефа, потом объединились и больше такого никакого не делали. Почему? Потому что мы теперь стали брать. Понятно, что такое братья? Это люди, которые умеют прощать друг друга. Это только первое свойство. Еще и второе свойство, кроме умения прощать. Прощание – это, наиверите, махила. И второе свойство – это умение уступить. Было мое, стало не мое. Может быть мое. Это мой стул, а он на него сел. Сразу же моментально сделать такое усилие, очень простое. Ну, давай ему отдадим его. Настолько ли нужно мне сейчас сидеть на этом стуле, чтобы я сейчас начал, как говорят по-русски, качать права, выгонять его. Это моя вещь. Очень часто называется уступить. Можно обратить внимание, что во многих израильских семьях, особенно после приезда из России, так было, по крайней мере, в наше время, может, сейчас Россия изменилась. Во многих европейских семьях, американских детей учат, общаясь с другими детьми. Леватер называется витур. Прости, ну отдай ему эту вещь. Ты же старше. Он говорит, ну почему же эта вещь-то моя, это моя игрушка. Ну отдай ему. И мы, как учим своих детей, не только словами, мы сами так поступаем. Они захотели что-то взять. Мое. Что-то хотят мое взять. Первое, что я делаю, это всегда я думаю, настолько ли это мне нужно, чтобы это не отдать. Наверное, он хочет взять. Или он хочет, или это ему нужно. Или, например, я не знаю, но ему это не нужно. Но он просто посягает на чужое. Ну, стоит ли мне бороться сейчас с ним? Стоит ли стоять на защите своего, что только ему не дать? Не потеряли во время этой борьбы, войны больше, чем стоит эта вещь? Умение уступить – очень важная вещь. Кого я люблю, тому я и уступаю. А теперь новость сегодняшнего урока. Вот кому я уступаю, того я и люблю. Уступите на работе человеку, который что-то от вас хочет, который, собственно говоря, не считает вас своим другом. Один раз уступите, второй раз уступите. Заметьте, рано или поздно он начнет к вам относиться дружески. Это не самое интересное. Самое интересное, это другое. Заметьте, что рано или поздно вы, уступая ему, начнете относиться к нему дружески. И найдете в нем некоторые качества, которые делает он, на самом деле, намного более приятным человеком, чем тот, который он был раньше. Первое – прощать. Второе – уступать. Третье – помогать. Зачем помогать? Я не сам могу помочь всем. Кого я люблю, тому я помогу. А теперь новость в сегодняшний урок. Кому я буду помогать, того я буду любить. Это называется изра. И четвертая, самая важная вещь в любви – это ответственность. Я отвечаю за тех, кого я люблю. За всех, кого я полюбил, я несу ответственность. У меня, знаете, это выражается во всем. Очень часто это выражается в том, что ответственность как сопереживание. Я хочу, чтобы вам было хорошо. Я хочу, чтобы от меня зависело счастье других людей, их успех, их благосостояние. Кого я люблю, за того я отвечаю. Вот это и есть ответственность. А теперь новость я рассказываю. За кого я отвечаю, того я и люблю. Конечно, ни больше, ни меньше. Так вот, есть у нас четыре стороны в любви. И это и объединяет людей. Мне говорят, объединяйся, а я слышу очень простую вещь за всем за этим. Люби их. Как любить их? Они не все очень хорошие. Так я и не говорю, люби, просто теоретически люби. Делай эти четыре вещи. А именно, уступай им, прощай им, как ты прощаешь самого себя. Поэтому сказано, люби ближнего своего, как самого себя. Себе же ты уступаешь, себе же ты прощаешь, за себя же ты ответственен, себе же ты помогаешь. Все четыре вещи. Вот сделай это другому человеку, заставь себя сделать другому человеку, и ты увидишь, что ты его любишь. А любовь – это и есть нечто, и оно и как объединение. Пурим – это урок любви. Пурим – урок любви, который несет нам, дает нам объединение, которое нам несет спасение, ни больше, ни меньше. В Пуриме есть четыре заповеди. Я их называю. Первая заповедь – это дзадака. Это когда я даю деньги бедным, чтобы они тоже со мной справились в Пуриме. У нас нет настолько бедных, что они не могут себе позволить чувствовать себя вместе с нами на этом празднике есть и пить. Я даю дзадаку деньги им. Вторая вещь – подарки. Я не всем даю подарки. Мне тяжело всем дать подарки. Подарки я даю друзьям, знакомым. Чем больше дам подарков, тем больше у меня друзей и знакомых в еврейском народе. Чем больше людей занимаются раздачей подарков, тем больше у меня объединены. Это не что-то, как одна из заповедей Пурим. Мы сами знаем об этом. Правильно ведь? В общем, подарки приятные. Что у моих друзей, моих соседей нет еды? Полно. Сейчас тоже все утро они сидят и компонуют на тарелках красивые подарки с лентами, вкладывают в себя что-то. Еще не просто всем одинаково. Нет, они говорят, о, Всегорский приехал из России. Вложим ему маленькую бутылочку пива туда. Другому ему можно даже не посылать. Они делают подарок не просто безличный, для меня они делают этот подарок. Я им посылаю на такой же подарок. Третья заповедь – Магила. Магила мы все должны, обязаны вечером, а потом утром, слушать книгу Эстер. Магила от Эстер. И самая известная заповедь Пурима, не что она как пир, миште. Мы с ним выпиваем. Миленький мой, да за четыре стороны любви. Что такое закат? Да это помощь, которую оказывают другим людям. Даже нечего говорить об этом. Настолько очевидно и просто. Подарки. Какое качество любви выражается в моих подарках? А это способность моего уступить. Было мое, а стало не мое. Я не обязан другим давать. Я сейчас ему подарил, уступил. Я своему другу уступаю и все. Он когда-нибудь пришел, я ему могу уступить и все. Сидеть на моем стуле, пить из моего стакана. Это мой друг, я его люблю. Я уступаю, я даю, я ему показываю, что я его люблю. Потому что какая уступка. Могила – это не что иное, как ответственность. Это же не простая вещь. Сопереживание. Я вхожу в еврейскую историю, я там центральный персонаж. Не когда-то произошел Пурим, а теперь я на него смотрю из зала на сцену, где разыгрываются события Пурима, Пуримшпиль. Нет. Сейчас в мире разыгрывается совсем другой спектакль. А именно, я стою в центре, весь Пурим вокруг меня. От меня требуются некоторые действия. Я читаю Могилу, я чувствую, что это я нахожусь там. Я сейчас объединяюсь со всем еврейским народом, я сейчас занимаюсь тем, что делаю пост, и все вышли меня спасают. На все времена. Одним приемом, одним механизмом. И третье – пир. Пир Миште. Самый тяжелый для меня сейчас. Какая сторона любви проявляется в этом? Вот это самое простое. Когда еврея выбьют, он доволен жизнью, он умиротворен, он может все всем простить. Ни больше, ни меньше. Четыре вещи. Помощь, умение уступать, ответственность, умение прощать – это четыре заповеди, это четыре заповеди, четыре стороны любви. Четыре стороны событий. Помните, мы говорили с вами? Наказание, испытание, урок и награда. Так что это и есть. То, что называется подарки. Что такое подарки? Дать подарки. Ну, а подарков мы даем. А дать свое, уступить – это не что и как испытание. Ведь других же вещей, других испытаний в этой жизни нет. Умение уступать, не дежаться за материальные вставляющие этого мира. Это называется испытание. Могила – это урок, ни больше, ни меньше. Сейчас я нахожусь на уроке. Во время Пурима я нахожусь на уроке. Я нахожусь в центре события Пурима. Это же урок для меня. Пир. Это же награда. Мы сейчас сидим. Это то, что радует мое сердце. Я решила, что ЗДК самое тяжелое. Здесь в некоторый момент ЗДК с тем, что я отдаю свои материальные вещи. Я отдаю другим. Людям бедным. Я не хочу, чтобы были бедные люди. Мне приходится им помогать. Приходится. Это своего рода наказание. Расплата за то, что я живу такой жизнью, что среди моей среди есть еще бедные. Всевышний позволил нам быть бедными. А раз так, то я сейчас должен расплатиться за это. Чем расплатиться? От себя наказание. Расплатиться своим материальным достатком. Я ей отдаю. Когда Яков встречался с ИСАУ, он сделал три вещи. А именно, он был готов к войне. Он отдал подарки ИСАУ, и он молился. Все они здесь есть, эти вещи. Первое. ЗДК. Война. Война с самим собой. Я не хочу давать. Если я хочу давать, у меня совершенно замечательное свойство. Значит, мне сейчас не о чем даже и говорить. Все. Мы уже полные праведники. В том-то и дело, что у нас есть определенная заповедь. Помочь. ЗДКу. Сколько мы даем ЗДК? Каждый из нас отдает десятину. С каким сердцем он отдает эту десятину? Это вся война со своим ЕЦАРом. ЕЦАР – это плохим началом, который у меня внутри есть. Нечто иное. Подарки. Это подарки. Подарки, которые отдали другим. Это подарки, которые отдал Яков Авину, наш пратец Яков ИСАУ, своему брату. Понятно, что ИСАФ не разъявлял его мнений. Тем не менее, он отдал. Это не тот друг, которому я посылаю подарки. ИСАФ был угрозой. Так Яков хотел его сделать другом. Не больше, не меньше. И я сейчас уже, кстати, имею друзей. Я вам посылаю подарки. Могила – это не что иное, как молитва. Мы говорим про ходу до нее. Мы говорим про ходу после нее. И только про пир непонятно. Яков не устраивал пира ни до встречи с ИСАВ, ни после встречи. Где есть пир? Ну, на пир есть такой Рэмис. Написано в книгах Рэмис. Он же пошел. Перед этим кое-что сделал. Он сделал три вещи. Подарки, готовность к войне, молитва. А еще одну вещь он сделал заранее. Он пошел и победил Малаха. Какого Малаха, который выступал на стороне ИСАВ? Он победил. А для чего он туда пошел? Взять простые кувшинчики для масла. Кувшинчики для масла. Кувшинчики для масла. Это же не что иное. Для какого масла? Бет Мигдеш. Мигдеш в храме, в святом храме. Для освящения. Это говорится о пире. Сейчас у нас нет храма. Сейчас у нас храм – это наш стол. Те брахот, о которых мы говорим. Кедуш, о которых мы говорим. То, что мы делаем во время трапезы. В субботне или праздничной. Это не что иное, как мисбех. То, что мы даем Всевышнему. И берем сами частично. Так вот, не что иное, как вот эти вот кувшинчики. Это не что иное, как то пирс, которое он устроен. Есть еще у нас одна заповедь. Есть еще у нас одна заповедь. Которая связана с Пуримом. Главный герой которого был Лейстер и Мурдыхай. И еще один главный герой был Тамаман. Мы знаем, что он потомок Амалека. Есть еще одна заповедь. Называется заповедь очень простая. Про Амалека. Нужно написано. Сотри память об Амалеке. О том, что он сделал. Сотри память об Амалеке. Не забудь. Интересно, да? Не забудь и память. Сотри память. Не забудь стереть эту память. А иначе забунешь, и в следующий раз не сотрешь эту память. Амалек очень хотел, чтобы о нем оставалась память. А мы не хотим этого. Так вот, теперь нужно сказать несколько слов про Амалека. Но главное содержание нашей лекции сегодня было очень простое. Порим этот нестойно, как урок, объединиться против Амалека. И тогда ты получишь спасение от Амалека. Это сегодняшний урок. Потому что мы живем в окружении Эсава, Амалека. Тех людей, тех народов, тех общин, того мира, который хочет наша погибель. Не больше, не меньше. Понятно, что не весь мир хочет нашей погибели. Во времена Мордехая и Эстер кто-то хотел пойти устраивать погромы. И списки эти были. По этим спискам мы их уничтожили. А кто-то не хотел этого. Они остались живыми. Поэтому два слова про Амалека и Эсава. Эсав – это был брат Якова, которого Яков боялся. И он сделал три вещи, встречаясь с ним. И написано, кто такой Эсав? Эсав, так написано, Эсав ненавидит Якова. Это закон. Интересная вещь, да, так звучит? Закон обычно – закон. Ну что, закон отдавать филин. Как, что делать, это называется закон. А тут-то почему закон? Эсав ненавидит Якова – это закон почему? Знай, что это настолько ему присущий, имманентно, настолько это природно для него, что не пытайся его уговорить, чтобы он тебя любил. Дай ему подарок, только примирить с собой. Не надейся о том, что он стать нормальным человеком. Не притворяйся Эсавом, он тебя все равно своего сочетать не будет. Эсав ненавидит Якова, но он очень любит жизнь. Он подарки возьмет, ему нужна материальная браха. А вот его потомок Амалек, он ненавидит Якова. Но он ненавидит Якова больше, чем любит жизнь. Ему нет ценностей в жизни. Как сказал Аман, все у меня хорошо. Ну вот Мурдыхай живой, и мне очень плохо. И все у меня отравлено. Амалек может уничтожить самого себя, что угодно сделать, только чтобы погиб еврей. Это антитора. Амалек больше, чем Эсав. Он хочет нашей погибели. Поэтому Ицхак любил подарки. Он мог на время оставить нас в спокое. Ицхак был сильным, он любил жить. Он хотел материальные вещи. Поэтому подарки он хотел. Интересно, что Эсав любил Ицхака и ненавидел Якова. А чем же отличался Ицхак от Якова? Почему одного-то еврея он любил, а второго ненавидел? Эсав был сильный. Ицхак был сильный. Ицхак его научил этой силе. Поэтому Ицхак и любил. Он был сильный, он хотел быть как отец. А Яков не был слабым, но он был правда. Если Ицхак был сила, то Яков был правда. А правда в глазах Ицхак и вся слабость. Это всегда отрицательный момент. Он поэтому ее не любил. Он не любил правду. Мог притворяться, быть хорошим человеком. Но ему нужно было, чтобы Якова не было. Или чтобы он поставлял ему подарки. Так вот, Эсав не видит Якова, но любит жизнь. А Малек ненавидит жизнь, если в ней есть Яков. А поэтому нужно сделать не что иное, как взять и уничтожить память об Малеке. Какую память? Уничтожить Малек. А Малек хочет уничтожить еврея. Я хочу уничтожить Малека. Нет, я не хочу уничтожить Амалека. Я хочу уничтожить память о нем. Я хочу уничтожить в себе нелюбовь к евреям. Вам есть нелюбовь к евреям? Мы еще не объединились. Еще нужно работать над собой. Я хочу взять это свое качество, умение не любить других евреев. Для меня есть Амалек. Я хочу его уничтожить, чтобы от него ничего не осталось. На одном из уроков, на этом я сейчас закончу, мне сказали, так это же что память? Это же как Герострат. Он сделал некоторую вещь, чтобы войти в историю. Амалек напал на нас, на еврейский народ, когда мы выходили из Египта. Для того, чтобы оставить себя в истории. Мы теперь уничтожаем память о нем. Мы все время говорим, а Амалек, Амалек. Понятно, что мы всегда будем о нем помнить. Герострат? Герострата не было. Если мы знаем, человек, который уничтожил какой-то храм в городе Эфесе, и когда спросили, зачем ты его зжег, он сказал, чтобы войти в историю, чтобы мое имя осталось в истории. Очень удивились греки города Эфес. Они обратились к соседней колонии, там стали финикийцы. Наши братья, они говорили на арамейском языке, как вступить с этим греком. А они сказали, я боюсь, что это были евреи. Они сказали, а что он хочет, чтобы осталось имя его в истории. Так поменяйте ему это имя. И это имя поменяли. Его звали Негерострат. И когда его ввели на казнь греки, он кричал и шумел. Ему не нужна была эта казнь. Оказывается, вся жизнь на смарт пошла. Дали ему имя. Кого? Руководителя города Эфес. А его имя и не осталось. О, Амалек так сделал. Амалек вошел в историю чем? Что он сделал плохую вещь, а мы убираем его и говорим, да это не Амалек нам сделал плохую вещь. Это наша неспособность к обеднению. До тех пор, пока я к кому-то отношусь, не прощая его, не уступая ему, не несет за него ответственности. До тех пор, пока я не помогаю другим евреям, у нас нет объединения. Я не достоин этой жизни, я не достоин получения Торы. А следовательно, я что? Я не достоин спасения. Я не достоин Пурима. А поэтому я еще, хоть частично, хоть на один процент, хоть на какой-то промель, на тысячную проценту, я Амалек. Вот этого Амалека я все и должен уничтожить. Это и называется актуальность праздника Пурима. Я вас поздравляю с Пуримом. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 Добро пожаловать в Казахстан